Много было сказано хороших слов, раскрыта вся история установки. Я хочу сказать, во-первых, огромнейшее спасибо всем, кто участвовал. Мы сделали это всем миром. Кто рубль, кто два, кто пять, кто сто тысяч внёс. Трём заслуженным лётчикам Советского Союза, которые попросили не называть их фамилии. Люди за 90, за лишним лет пришли и сдали по 100 тысяч на то, чтобы установить ТУ-144. Огромнейшая благодарность первым сделавшим взнос ЦАГИ, его тогдашнему генеральному директору Чернышову Сергею Леонидовичу и всему коллективу, Юрию Ивановичу Белому и всему коллективу НИИПа. Особая благодарность научно-инженерной компании Александру Николаевичу Корнееву, человеку с сердцем болеющему заятую и вложившим, наверное, больше всех сил, энергии, труда в то, чтобы реализовать и проект самолёта 115 машины и 114 машины. Лично Амелюшкину Алексею Николаевичу, бортовому инженеру 114 машины, ангелу-хранителю этих двух самолётов. Андрею Юрьевичу Воробьёву, Юрию Вячеславовичу Прохорову, которые подхватили эту идею и помогли воплотить и реализовать её окончательно. Я ещё многим-многим-многим жуковчанам, вот если мы вместе что-то захотим, мы это сделаем. Второе, что я хотел сказать, очень много, вот читаю в сети, пессимисты, которые говорят, «Равитет, зачем нужен старый самолёт? Слёзы по Советскому Союзу!» Да вот уж нет! Самолёт, обогнавший им в своё время, задел на будущее. И сейчас многие мысли и идеи воплощены в перспективном сверхзвуковом гражданском самолёте, который ЦАГИ в день открытия Макса представит президенту. Модель этого самолёта сделана, она будет установлена в павильоне ЦАГИ. Приходите, пожалуйста, и смотрите. А наш памятник – это призыв ныне живущим и будущим поколениям. Любите и создавайте авиацию России! Дальше, выше, быстрее! Ни один из рекордов ТУ-144 на сегодняшний день ещё никем не побит. С праздником вас, дорогие друзья!